Около 50 активистов собрались у места строительства атомной электростанции на севере Финляндии. Одна группа смогла ворваться на закрытую территорию, другая устроила сидячий протест на дороге, ведущей к будущей АЭС. Позже около 40 протестующих задержали. Мероприятие приурочили к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Строительство ведёт российская государственная корпорация «Росатом». Это будет уже шестая атомная электростанция в Финляндии. Как ожидается, она будет введена в эксплуатацию в 2024 году. После аварии на ЧАЭС и повышения уровня радиации по всей Европе атомные проекты в Финляндии были заморожены. Однако по прошествии трёх десятков лет работа возобновилась, что вызывает опасения природозащитников. Тем временем в ООН 30-летнюю годовщину техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС помянули минутой молчания. «Эта катастрофа затронула 1 миллион 960 тысяч человек в более чем 2020 населённых пунктах. Мы подходим к финальной стадии устранения последствий катастрофы. В частности, демонтируем нестабильные структуры, собираем вещества, содержащие топливо, и делаем их безопасными». Годовщина также привлекла внимание к строительству саркофага над разрушенным четвёртым реактором. Проект стоимостью полтора миллиарда евро финансирует правительство более 40 стран, а также Европейский банк реконструкции и развития. Снова зазвучали призывы к тому, что необходимо как можно скорее завершить возведение конструкции, которая должна будет сдерживать радиацию в ближайшие сто лет. «Я призываю ООН немедленно использовать свою власть и своё влияние, чтобы ускорить завершение строительства саркофага – жизненно важного щита над взорвавшимся четвёртым реактором. Тогда мы сможем приступить ко второй фазе демонтажа». Впрочем, даже при наличии саркофага зона площадью около 2600 квадратных километров вокруг реактора ещё долгие годы будет непригодна для жизни. КОНЕЦ